всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня у меня в обзоре материалы торговой марки alt nivella я заказывал еще до нового года чтобы у меня было побольше блесток это каучуковая база для типс идеальная по всем своим характеристикам и она образует максимально прочное сцепление между ногтевой пластиной и типсой но также она замечательно работает как грунтовочный слой под гели при гели базы и любые другие материалы вот заказала еще до нового года здесь уже была такая предпосылка и на весну чтобы и весенние дизайны показывать времени до нового года отснять не было так как я выкладывала и фотки у себя в телеграм-канале и видео дело с тем материалами то вопросы поступали что же это за материал от вот решила показать здесь набор гель лака очень здорово что продавец позаботился комфорте мастера и положил вот такие вот наклеечки характеризующий цвет который я выкрашиваю его номер и название торговой марки цвета достаточно плотный некоторые можно уложить в один слой некоторые в 2 я взяла вот такой коричневый с ним я уже дело дизайн показывала с мин им принтом просто на базу отпечатала фольгу перекрыла ее глянцевым топом а ногти перекрыла матовым топом очень красивый темно-коричневый оттенок прям такой горький горький шоколад и оттенки популярны осенью ну и еще когда вот голубые приелись розовые после 14 февраля приелись клиенты вот хотят что-то наподобие того коричневого невероятно яркий оранжево-алый оттенок также вот такой вот оливковый тоже популярен когда надоедают все обычные цвета мне нравится что альты не вылана вал борис можно взять как по штучный материал так и наборами наборами конечно получается намного выгоднее темно-синий оттенок он прям такой темный-темный с ним я тоже уже делал дизайн вообще в этом видео будет много дизайнов потому что повторюсь посылку получила давно уже успела отснять много дизайнов по которым поступали вопросы что же это за материала так вот решила и дизайны показать некоторые простые очень быстрый вот например часть ногти я закрасила темно-синим а часть ногтя закрасила гелем с блестками тоже с этой посылочки чуть позже их покажу ну и ограничила стык серебристой гель краской темно-синий цвет перекрыла матовым топом но блестки конечно же глянцевым здорово переливается смотрится как чешуя рыбы и достаточно плотно укладывать то 25 классический светло-розовый оттенок ну куда же без него все равно этот цвет один из самых популярных и частенько его клиенты выбирают делаю растяжку от кутикулы этим цветом потом блестки в другом оттенке здесь кружочки среднего размера и совсем мелкие мелкие блестки есть делаю ими растяжку со стороны свободного края и делаю растяжку достаточно редко то есть эти блестки можно уложить достаточно густо прям закрасить всю поверхность ногтя как я показывала в синим дизайне так и нанести частично и получается вот такой вот красивый эффект полупрозрачный торец блесточки в общем то все что любят наши клиенты сейчас потому что это один из самых популярных дизайнов и последний оттенок в этой коллекции это вот такой вот оттенок латте его уже выбирали клиенты не раз потому что повторюсь после вот этих голубо-синих клиентам хочется чего-то совершенно другого и на столе у меня лежат эти типсы так вот вот этот темно-коричневый и вот этот латте клиенты выбирали чаще всего темно-коричневым рису один листик добавляю латте в темно-коричневый и немножко более светлым тоном рисую еще по паре листиков дизайн очень простой у меня уже был на канале эти клиентка пришла сфотка и моих тех ногтей как но все то же самое практически только веточки немного по-другому нарисовано а так она все то же самое черной гель-краской я обвожу черные листики перекрываю все топом супершайн от альты него и клиентка захотела немножко серебра добавить дизайн поэтому по одной из сторон листиков я прошла серебристой гель-краска уже без липкого слоя потому что наносила ее на топ ну и вот такой дизайн получился очень нежный не навязчивый не брос ну и вот весь наборчик вместе смотрите какие интересные яркие цвета эти смотрите как интересно цвета сочетаются в этом наборе между собой можно наносить попарно например оранжевый вот этот вот ярко оранжевый и оливковый хорошо смотрятся вместе розовый темно-синий тоже хорошо смотрятся вместе ну и латте и темно-коричневый тоже хорошо смотрятся вместе тикл будет в описании под так что заглядывайте а еще вот такой вот наборчик но это не наборчик от я поштучно заказывала но взяла всю коллекцию блесток потому что я не могу у меня какая-то любовь невероятная к блесткам разного рода и эти блестки отличаются от всех остальных которые у меня есть поэтому я их заказала всех оттенков первый номер золотой смотрите какие они густые даже не нужно ничего укладывать на салфетку чтобы лишняя влага лишний прозрачный гель ушел обычно когда хотим плотно уложить блестки они в прозрачной основе то прозрачную основу нужно как-то убрать или сидим вылавливаем блестки с прозрачной основы и наконец-то производители услышали мастеров и сделали густые густые блестки номер два немного сиреневатым оттенком состав баночки один и тот же просто разные оттенки дальше номер три здесь просто серебро голографическая такая классическая основа то есть такие блестки наверно должны быть у каждого мастера растяжка делается очень легко очень быстро вверху достаточно плотно укладывается хотя я беру всего лишь одну капельку номер четыре мне показалось что такие сереневато-черные оттенки здесь уже такие достаточно темные блестки и смотрите как хорошо они растягиваются прям очень просто очень быстро с одного прохода номер пять с таким вот немного фиолетовым оттенком номер один где-то сиреневато-розовые а номер пять уже больше к фиолетовому вот вместе все эти блестки можно увидеть каждого номера уже определенный оттенок и смотрите какие они сами по себе они шестигранники среднего размера но есть совсем меленькие точечки поэтому и растяжка получится очень просто потому что шестигранники сами по себе растянуть не очень получается а за счет содержания мелких блесток градиент получается более плавный артикула вставлю в описании под видео я уже более как полгода знакома с этой торговой маркой и мне очень нравится и подписчикам тоже очень нравится потому что многие пишут что хороший материал особенно у меня в телеграм-канале если зайдете спросите посоветуйте самый классный топ один из первых вариантов ответа будет это альта не вела ну и каучковая база тоже хорошо работать в плане грунтовочного слоя вот такие ручки сегодня у меня в работе здесь было укрепление цветным гелем и дизайн там всякая текстура но нужно все это дело снять немножко убираю длину с учетом того что я еще буду опиливать после выкладки далее пилочкой прохожу по отрывшей части натурального ногтя убираю глянец наношу тальк тальк немного убирает влагу с кутикулы и работать фрезой с такой кутикулы более высушенной чуть чуть попроще теперь фрезой прохожу на форварде слева на реверсе справа сначала я иду по ногтевой пластине убираю остатки птерейки сейчас то было хорошо видно пускай в боковую пазуху там прочищаю могу убрать лишние остатки материала с ногтевой пластины по бокам далее фрезой я работаю с упором в кутикулу приподнимаю и шлифую изнутри а проходом справа налево приподнимаю белый кантик для среза фрезой пламя я работаю на скорости 12000 оборотов фрезой шар я работаю на скорости 5000 оборотов пять или шесть где-то так фрезой шар диаметром 5 миллиметров обороты пониженные поэтому я могу немного надавить на кутикулу чтобы ее подцепить и клиенту при этом не будет горячо каучуковая база alt nivella материал замечательный у меня он уже практически заканчивается буквально там остаточки уже достаю с флакончика это говорит о том что я пользуюсь этим материалом мне нравится он в работе и конечно же нравится в носке прочное сцепление образует база и клиенты носят покрытие без отслоек далее мне нужны блестки под номером 03 классические голографические я выбрала потому что дальше будет очень яркий оттенок и как-то мне не захотелось какого-то другого цвета блесток брать не розовый ничего просто вот захотелось взять голографический на один ноготь эти блестки я наношу плотным слоем 3 как хорошо укладывается клиентка сказала что как чешуя рыбы очень здорово смотрится а переливается вообще глаз не оторвать на соседнем ногти я наношу эти блестки по центру то есть у меня здесь будет дизайн и там где будет дизайн мне нужны блестки а краям кутикуле мне не обязательно их подводить далее все ногти я укрепляю прозрачным гелем и ногти с блестками и без блесток тоже нужно укрепить я решила блестки нанести именно под гель чтобы у меня не было лишнего объема потому что если бы я сделал укрепляющий слой геля а сверху нанесла блестки а пилом я бы не смогла скорректировать толщину ногтя а сейчас у меня гель сверху и я его могу опиливать столько сколько мне нужно чтобы получить ногти той толщины которую я хочу ну собственно этим опилом я сейчас и занимаюсь да но и вообще я всегда опиливаю ногти после выкладки материала опиливаю не только ногти с блестками но и просто там где я сделала укрепление гелем нужно выровнять боковые линии торца поднять нижней параллельки которые уходят вниз ну и выровнять поверхность 122 оттенок выбрала клиентка хочет яркие ногти я не знаю доходит она до 14 февраля или нет с этим покрытием но дизайн мы сделаем уже к этому празднику она захотела сердечко и чтобы в этом сердечке внутри были блестки именно поэтому на ногти безымянного пальца блестки я в центре ногтя наносила а к краям и к бокам блестки уже были без надобности поэтому там я их не наносила а без надобности они там были потому что я все это место закрашиваю основным цветом подвожу материал кутикуле к бокам закрашиваю все пустое место оставляя сердце по центру ногтя убираю лишнее если материал где-то затек это все делаю в два слоя потому что с первого слоя до получилась достаточно тоненько и кое-где блестки просвечивались мне этого не хочется поэтому наношу второй слой и на втором слое я также выравниваю линии сердца хочется все-таки чтобы они были правнее топ shine от альты не вела супершайн вот любимейший топ моих подписчиков в телеграм-канале потому что он действительно носится ну супер классно но его нужно сушить две минуты обязательно если просушить минуту потом начнете опиливать убирать липкость то топ помутнеет его нужно просушить две минуты и тогда покрытие будет красивое глянцевое блестящее до коррекции но конечно если клиентка не будет шкрепсти сковородочки своими ногтями вот такая работа получилась яркая блестящая напомню артикул на материалы в описании под видео сериалы интересные а еще у них есть очень классные глиттер гели гели с блестяшками вот их артикул делайте укрепление и все за один слой красивые блестящие ноготочки готова вот такое видео получилось если понравился дизайн обязательно оставлять сердечко в комментариях у меня на сегодня все всего доброго хорошего дня